Здравствуйте, ЭЗН, как ночевали? Ну и слава Богу. С вами Васильевич. Сегодня будем готовить мозговые щи. Озадачили меня с обеда. Позвонили, хлопцы едут, говорят, мясо не надо, везем с собой, будем делать шашлыки, все. От себя, батя, давай, твои щи. Начнем с щей, закончим мясо. Так что, ребята, я сбегал в магазин, взял вот такие мозговые косточки. Вот, видите, с одной стороны, со второй, что мягкие, там находится мозг. Вот, вот такие веселые косточки мозговые. Ну, мы их будем парить, варить часа три. Такой бульон настоится, вообще будет прелесть. Ну, также буду использовать приправку, одну, в кубиках приправку. Потом луку, вот, томатная паста будет у нас на обжарку, вот это вот. Капуски я, вот, нагрошил, взял. Так как хлопцев много будет, вот такую мы будем варить, нашу кастрюльку, на одного, наверное, на полмесяца. Вот, выкладываю наши мозговые косточки. Ой, супец будет. Ну, хотел я косточки взять, вот, с мякотью, которые. Нет, нет, вот. Все, сейчас производитель чирикает до самой кости. Вот, на уар будет. Вот, такие вот косточки у нас. Хорошие, дружные, веселые. Вот, вот, подмороженные. Ну, возьмем ножик, срежем. Вот так разделим их, как полагается. Ну, где-то вот так вот. Вот так вот. Теперь, я бумажку возьму, руки вытру. От косточек что-то не рассчитал, не подумал. А то мне у нас жирдели от мозга. Теперь, я вот капустку, будут вариться косточки. Вот, это вот, юшка у нас будет мясная. Вот. И сразу я всегда, можете, потому и вкусный получается у нас щи. Беру и прямо, чтоб кипело мягенькие. Вот, эта вот капуста была мягкая. Вот, не жалеем. Как говорится, есть капуста, будет смысл. Вот так вот. Также я там картошки уже подчистил, под чириком. Вот так вот. У нас. Ну, я думаю, хватит. Хватит, будет картошечка. Картошечка. Вот так вот где-то. Сейчас мы зальем водичкой ее, водичкой. И поставим, ну, часа на три, на медленный огонь, чтоб у нас тушилось. Ну, доведем до кипения, можно и большой огонь поставить. Вот. А потом, а потом, уже убавить. Ну, всю водичку выливаю, потому что кипеть будет, у нас выкипит. Ну вот, берем лучок. Лучок пока варится у нас, помаленьку, томятся косточки там, для щей. Вот. Мы подготовим лучок для пережарки. Почему вот это вот мозговой, для бульона взяты косточки мозговые, щи? Это в 80-х годах мы работали студентами, там подрабатывали. И впервые пришли в столовую пораньше. Ну, мы за два часа вообще вставали, работали два часа, как говорится, разминка. Молодежь там, раз, два, три, пять человек, остальное пожилые были, мужчины, специалисты. Вот. Ну, правда, гоняли и по мозгам стучали им, чтоб не пили. Мы-то не пили раньше. Ага. Пришли в столовую, старший повар руками разводит, говорит, ой, у нас еще ничего не готово. Ага. Вот только есть вчерашний, мы поставили для щей мозговой суп. Ну, жижку с капуцей похлебаете. Мы так смотрим, а есть охота, серенький хлебушек. Да почему и нет, похлебаем. Вот. Нам по чашке, там чашки здоровые. Налили этой юшки. А она жирная. Ага. Ну и спрашиваем. Смотрим, что они достают, это самое. Чан здоровый, алюминиевый, ну, столовая. Есть столовая, готовят. Ага. И давай расспрашивать, как, что и что за смысл. Обычно же вы все нам даете мясо. Там, и тарелка такой, шмат мяса. И что? И если со свининой, свинина там. Ну, невозможно было нам, городским, кушать. Мы наедались в лед сразу. Кажется, глаза жадные. Еще съедим, давай, давай. Принесем за стол. Похватали, похватали, все. Она говорит, позвонили и говорит, это самое председателю. Будут проездом, там где-то в селе тоже соревнования готовятся. Ага, приедут спортсмены. И, ну, это самое, обедать. Вот. И мы для спортсменов специально готовим с этих косточек, вот это бульон, щи. А, ну, какая разница, ну, мясо бы все. А говорит, нет. В общем, энергии тратят много, много. А что это, говорит, мясо, да все, все постное. А вот с косточек, это, во-первых, вкуснее бульон получается, питательнее. В общем, восстановление силы. В общем, ну, там лекцию провела. И вот с тех годов что-то запало. Почему? Вот сделаешь буквально другой вкус вот этой вот щей. А они умудрялись, сразу же время не отведешь, чтобы по часовой это готовить. Они вечером наливали в этот чан воды. Воды наливали и туда костей. Ну, там говяжьи это я пошел. Маленькие, видимо, молодые. Раньше коров забивали, все. И заведено было. Даже это самое, другой раз. Мясо для рабочих не выделяли. Вот это самое, для варки что-то готовить. А мясо выделялось, вот это вот молодое, и вообще одна мякоть, для садиков, школ. Вот это вот школы там были небольшенькие, но все-таки деревня не деревня, но зажиточная деревня была. Ага, могли себе позволить. И вот готовили. А вот с косточек вот так вот они, только, говорит, спортсменам. Ну, там древняя была тетушка. Ага, готовила. Ну, готовила вообще. Это повар от бога. Может, где-то что-то с города переехала, или как там, училась. Ну, за что не возьмется, все вкуснятина. Ну, сейчас мы вот лучок дорезаем. Дорезаем. Дорезали, можно сказать. Вот это пойдет на обжарку нам. Весь лучок, потому что у нас кастрюлька не маленькая, не маленькая. Также лучок зажарится. Зажарится золотистый цвет будет у лучка. И мы спустим, вот морковочку достал, маленькая. Ну, много не добавляю, чтобы щи сладкими не были. Вот. Обжарится морковочка, выпарится эта самая, ну, водичка с нее. И добавляем мы томатной пасты и зажариваем, зажариваем. Ну, вот. Будем добавлять вот такую приправу кубиком. Сразу я открою, чтобы нам время сэкономить. Вот. Беру и вот так вот сюда, в эту приправу. Вот. Откроем, оболочку снимем, нашу фольгу. Это приправка вкусная, как бы для вкуса, для бульона. Вот так вот произвольно ее. Она в кипятке сразу растает. Вот так вот, 4 кубика галины бланк для бульонов. Очень отлично по вкусу приправка. Там маленько вкусная, там накипело вкусная. И будет вообще, ребята, почему бы нет с дорожки да не похлебать щей батяных. батя мол готов вкус знают. Ну вот, сварил супик мозговой. Видите, сколько без приправы. Вот, жирный какой. Какой жирный. Вот. сейчас мы уже ее обжарим. Не дают снимать времени. Бегаешь, крутишься, озадачили. Вот, горячая. Вот, нашу поджарочку мы выкладываем. Вот. У нас супец. вот видите, как тщательно я зажарил поджарку. Вылись вот это вот томатную пасту. Как говорится, можно сказать, выбил вкусовые качества томата. вот. Где-то так. Сейчас мы перемешаем. Перемешаем. Вот. Нашу поджарочку. вот видите, как уварилась у нас капуста. Вот. Боялись, куда много целую кастрюлю. Ну, можно и налить. Можно и налить. Ну, косточку не будем доставать. Косточку доставать не будем. а вот так вот нальем. Сверху вот это вот мозговой у нас состав. Вот. Видите? Самые щи такие наваристые. Такой уж у нас идет запаш. Видите? Можем приправить. покажу, как что может выглядеть у нас. тонет, тонет, размешается, размешается, а запах стоит. Приправы все. Что-то я, наверное, не удержусь. Не удержусь. Опять загадка мне попалась. При раздаче. Ну, вы уже кто постоянно смотрит, наверное, думаете сразу ясно сейчас скажет эту загадку. Жарят, парят, тушат, солят, а не едят. Что у нас такое? Ой, какой жирный у нас, видите, наваристый. А? Кто не знает, кто не знает, можете подсказать, подсказать. Сейчас мы размешаем майонез тщательно. Ну, ладно, показываю вам отгадку. жарят, парят, тушат, а не едят. Это у нас лавровый лист. Видите? Везде употребляется все, пищу мы не едим. Его в сторону, за борт. Ой, страшно есть. Ой, такой наваристый, такой это самое. Вот. Ну, попробуем. юшку попробую. То ж юшка в ухе, но это жижка тоже. Ну, приправы и вот свежая капуста, но я за счет думайте чего кислинку сделал щей, это за счет томата. Томатная паста кислая, кислая, ну, кисла такая, она свежая, все нормально, но свойство кисло, с кислинки такой есть. Вот, я ее побольше пережарил, вот я и сказал, что вкус выбил. Вот. Перемешал все, сейчас еще постоит щей, это я так для вас налил, показать, что на варистый хороший мозговой суп получается. Вот. Так что раньше готовили, знали толк и пользу вот это вот приготовление. Я говорю, от Бога, это считай, на этой нотке мы будем заканчивать. очень вкусно. Так что с вами был Васильич. Вы передавайте вот рецепты соседям, друзьям, товарищам или скажите, что подвал или чай есть, пускай заходят, смотрят и будет у них навык в приготовлении, что-то попробуют свои блюда. На этом всё. С вами был Васильич. Пока-пока. Пока.